Доброе утро, дорогая. Доброе утро. Давай, собирайся, будем выходить. Пусть они встанут, а то мы будто убегаем. Да и твой отец очень сложные вещи пережил вчера. Ладно, хорошо. Может кто прийти сейчас? Пришло время пить лекарства. Перед завтраком нужно выпить таблетки. Все нормально, нормально. Ты радуйся, что ты отвертелся. Зея, приведи лекарства. Завтрак готов, я голоден. Я сейчас приготовлю. А, доктор. Нет-нет, сегодня не нужно приходить. Все нормально, нормально. Вполне хорошо. Но не нужно мою творчество занижать. Я хорошо сыграл. Ты сделал очень доброе дело, доктор. Благодаря тебе наладились мои отношения с сыном. Ладно. В клубе увидимся. Ферман, дорогой. Давай, вставай. Будем сейчас завтракать. Я не хочу. Один еще буду уходить. Ферман, это уже не культурно. Мой отец здесь. Он через что только не пережил, вернулся с того света. Хотя бы немного внимания к нему приви. Не привлечивай, Лиз. Перед домом журналисты, поэтому привезли его сюда. С отцом все нормально. Да и мы максимально хорошо за ним приглядывали. Прямую душу буду уходить. Привет, Кадер. Мама хотела лекарства? А я вот только увидел аптекаря, вот и купил, принес. Большое спасибо. Сестры не отбирают. Они ночью поехали к сестре Лиз домой, там переночевали. А, вот как? А почему? У Усмана Козана были спазмы сердца. Вместе с Микмед Кемальмой они поехали туда. Отец и сын помирились. Ой, между господином Усманом и сестрой все так хорошо. Я понял. Рад, что все обошлось. Увидимся. Да, тебе тоже всего хорошего. Доченька, чего ты все рассказываешь-то, а? А, что тут такого, мама? Так нельзя. Не надо вот так все рассказывать. Ладно, не буду говорить. Ты тоже, мам, привлечиваешь, конечно. Кого ты больше всего любишь на этом свете? Что это? Доченька. 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 Эй, Лиль. Если ты хоть что-то сделаешь, маме, я убью тебя. Что это значит? Что значит, вы не нашли человека, который будет выиграть роль моей мамы? Вы что, издеваетесь, что ли? Что у вас за актерская компания такая? Я просил у вас элементарные вещи. Всего лишь найти актрису, которая будет играть роль моей мамы. Как это может быть таким сложным, а? Ладно, ладно, все кончено, не работаю с вами. Нет, у вас ничего не надо. Тупо головы, а? Здравствуй, тетя Азиби. Будем выходить уже? Давай здесь уберем все и так будем выходить. Ты сиди, Бахар, дорогая, я все сделаю. Разве можешь такой быть сестра, если я помогу, сынок? Ты бы отца бы увидел. Куда торопишься? Потом на я приду, мама. Мне на работу ехать. Ты не пойдешь домой? Я не вернусь домой, мам. Ну а сколько еще ты там будешь жить? Доброе утро. Доброе утро. Чего ты встал, господин Успан? Посвал бы. Папа, ты сразу встал на ноги, отдохнул бы немного. Надо меня больным считать, а? Но ты же больной. Еще вчера, Зухре. Ладно, все, я молчу. Сынок, вы тоже, оказывается, ничевали здесь. Да. Чтобы маме с тобой что случится, чтобы я рядом был. Ну а сейчас будем уходить. Куда? На работу? Я думал, что ты отправишься в офис. Папа, давай поговорим немного. Конечно. Сестра Зухрея. Что это такое, а? Эльюль. Эльюль. Боже мой. Прости, пожалуйста, дорогой. Прости, пожалуйста, Джинейт. Я думал, что вы не дома. Ладно, Сестра Зеря, можешь повернуться. Никого не было внизу, поэтому я вошла. Прости, пожалуйста. Мама и папа у сестры ничевали ночью. А почему? Да я тоже ничего не знаю. Мне и не сказали. Ладно тогда. Я скорее начну работать. Сестра Зеря, ты видела Эльюль? Нет. Внизу не было никого. Эльюль-то я не видела. Почему? Но ее открытость я увидела. Всевышний, прости, пожалуйста. Папа? Папа, по поводу новости в газете, я был с тобой не справедлив. Прости меня. Что бы между нами ни происходило, я не хочу тебя терять и расстраивать. Но это все. Что это значит? Я открою. Присаживайся, доченька. Хан Дан, дорогая. Добро пожаловать. Ты проходи внутрь. Я вот что хочу сказать. Я не хочу никакой вашей помощи. Финансовой. Когда я покидал дом, я принял решение. Хочу сам жить. У нас в Бахар скоро будет свадьба. Но мы все хотим сами организовать. Хорошо, но... Отец. Давай не будем это обсуждать, пожалуйста. Мы от вас в финансовом плане ничего не хотим. Пойдем. Ну, просто хотела пожелать выздоровления. Спасибо. Ладно. А мы как раз собирались выходить. А с тобой потом встретимся. Субтитры делал DimaTorzok Тунч, смотри, что я тебе покажу. Чертка, дверь, а. Если ты хочешь что-то сделала маме, эй, люль. Мама, проходи. Все нормально? Что ты здесь делаешь? Ничего. Я пришла навестить тетю Эдибе. Давно не виделась с ней. Ладно, сестра. Ну, а как сейчас? А доктор что сказал? Слава Всевышнему. Ладно, увидимся, сестра. У мамы на обследовании все хорошо. Я очень рад. Бахар. Мне есть что сказать тебе. Садись. Садись. Я вчера был немного импульсивным. Да не страшно. Нет, Бахар, нет. Выслушай меня. Нужно выслушать. Я был не справедлив к тебе. И к тебе, и к отцу. Можешь простить меня? Тут нечего прощать. Нет, есть что прощать. Внезапно потерял контроль над собой. Не понял даже, что тут случилось. Будто ты абсолютно другой человек. О чем я только не подумал, что я только тебе и не сказал, дорогая. Прости меня. Кемаль. Прошу тебя. Не надо просить прощения. Не вздумай. Ты не сделал ничего неправильного. Кемаль. Я тебя очень люблю. Не забывай этого. Очень люблю. Вам нужно принять витамины, тетичка, и тебе. Ваш сын нехорошо приглядывает за вами. Да. Конечно, конечно. Кто еще нас такой? Слушайте, не считайте, что это жалоба, но я за вашего сына очень переживаю. Ему нужно заниматься уже своей жизнью. От того, что он чужие жизни переворачивает и уничтожает, он не может заняться своей. Да нет, дело даже не в этом. Я боюсь, что с ним в ближайшем будущем что-то может произойти. Эй, Людж, что ты пытаешься сделать? Ты чего плачешь? Не могу сдерживаться. Хватит плакать. Увидишь, все закончилось. Скоро у нас будет свадьба. Иди сюда, иди. Что, моя жена любит поплакать, что ли? Теперь будем только мы с тобой. Ни отца, никого бы то ни было другого. У нас будет свадьба, и мы создадим себе жизнь сами. Ты закончишь свое обучение. А я найду себе работу по профессии. Закончила плакать? Плакать не будешь? Да, все. Все, я не плачу. Отлично. Потому что я опаздываю на работу. Что? Да. Да. Отлично. Да что ты делаешь, а? Пусти руку мою. Боже мой. А что не так? Мы разговариваем. Ты сюда пришла только один раз, Элиль. Не надо делать вид, что тебе интересно. Почему, дорогой мой? Ты что, боишься, что я напряжу твою маму? Ты ничего не сделаешь моей маме. Сил твоих на этого не хватит. Нет ничего, чего бы я не могла сделать. Заруби это себе на носу. Что такое? Ты плакала, что ли? Знаешь, врать не буду, мне это так понравилось. Ты плачешь. А я смеюсь. Не зря ведь, говорят, настанет день и эпоха сменится. Пожалуйста, говори, что хочешь, а потом уходи. Я пришла поговорить по поводу утра. Ты услышала, что отец сказал Кемалю? Что случилось? Я вот что говорю. Нам нужно воспользоваться этой ситуацией. Если Кемаль ничего не хочет от Усмана Козана, то что ты теперь будешь делать? Хандан. Умоляю. Я больше не могу вынести этого, пожалуйста. Спрашиваю, что ты будешь делать, Бахар. Попрошу кое-чего у Усмана Козана. Да. Вот так вот. Поумнел это. Молодец. Я за тобой слежу. Здорово, ручка, твоя сестра. Очень вкусно вышло. Очень соскучился по твоей еде. И кушай, кушай много. И этого поешь. И так вся искудала. Ну все, хватит, Назаш. А, кстати говоря, дома кто-то был? Когда я приходил, последний Джунейт выходил. Я подождала, а потом для своей бусинки решила устроить сюрприз. Какая ты молодец. Выглядишь очень хорошо, настроение у тебя хорошее. Да, да, все хорошо, сестра. Да, пускай, пускай все будет нормально. Ты видела вчера Джунейта? Приходил он. Обсуждали работу. Работу, работу, ты посмотри. На пусинку. Про работу говорит. Молодец, работу себе нашла. Хоть разбираешься в этом? Ну так, постепенно обучаюсь. А, смотри. Это я нарисовала. Ничего себе. Очень красиво. И дома еще, на кухне, когда я что-то делаю, ты постоянно меня рисовала. Фериде, детка, очень красиво. Илюль не понравилась. Раздражительно завидовала. Ну, не говори так, сестра. А что, вранье, что ли? Она раздражительная. Джунейт тоже торопится. За неделю собирается ее мама, папу сюда привезти. Фериде, дорогая, ты же об этом не знала, да? Какая же я тупенькая стала, а порой слишком много лишнего говорю. Ты это же не впервой, сестра. Так или иначе, я узнала бы. Не парься. Запрещено тебе сюда приходить. Ты тоже много чего запрещенного делаешь. Я говорил тебе, чтобы ты не беспокоила мою маму, Илюль. Она единственное, что у меня есть. До меня также месть в семье. Поэтому, если мы друг к другу в сад не будем лезть, то для меня двоих так будет лучше. Ты смотри. Ты что, своим половным мозгом пытаешься угрожать мне? Что, например, ты сделаешь? Маму мою, что ли, убьешь? Трусишка. Ты же не сможешь подобное провернуть. А если бы могла, то ты давно бы уже уничтожила Ферди. Если хочешь кому-то отомстить, не обязательно убивать его, Тунч. Я этому научился и тебя. Все, хватит. Ты что, вечером какие-то ужастики, что ли, посмотрел, детка? Как-то странно ведешь себя, глупо. Все эти позы и желания отомстить. С ума, что ли, сошла? Ты мне объявил войну. А я взяла оружие. Мы оба друг друга знаем очень хорошо, Тунч. Так же, как ты знаешь мои слабые места. Я твои тоже знаю. Но между нами есть очень важная разница. Мне терять некого. Не вздумай говорить мне про сестру. Я ее давно уже потеряла. И, возможно, из-за тебя ее уже больше никогда не смогу найти. Поэтому я тебя не боюсь. Ну, у тебя есть мама, которую ты можешь потерять. Мама? Вам все нормально? Ладно, успокойся. Давай, говори. Успокойся. Давай, расскажи что-нибудь. Пожалуйста. Фриде, дорогая. Не хочу открывать эту тему, чтобы не лишать тебя покоя. Но что в итоге случилось по этому поводу? Мне очень интересно. Что там с фотографиями Айлюль и Атеша? Эта тема закрыта, сестра. Пожалуйста, не открывай. Ты что, это останется безнаказанным, что ли, а? Сестра, пожалуйста. Я хочу все начать сначала. Больше не хочу думать о них. Ладно, дорогая. Пусть будет так, как ты хочешь. Слушай, мне они очень понравились. Очень красивые получились. Слушай, когда мы были молоденьким девочкам, мы всегда рисовали. Таким образом рассказывали о своих чувствах. Ты тоже нарисовала их для своей любви, да? Дорогая, не надо стесняться. Зачем же? Любовь от боли, она глубокая. За два дня она никуда не пройдет. Так, постепенно ты и забудешь это. Это останется для тебя лишь историей. Кажется, постепенно он стирается из сердца сестра. Например, ранее, когда я сказала, что семья Илюль приедет. Мне уже было не так больно, как раньше. Когда я рисовала это, я не думал ни о чем. Нет же Нейти, ни о Илюль. Впервые в жизни я почувствовала, что я могу что-то. Сделала это не для них, а для себя, сестра. Ну раз ты так говоришь, то это так. Слушай, ну ладно, побежала я, побежала. А то наши-то домой придут, наверное, уже. Фереде, так постепенно все это и станет историей. Ладно, мамочка, не дави на себя. Ты ее напугала, она начала волноваться. Ты ее пугаешь. Ты ее одно оставил здесь, в этих больничных коридорах. Сказал, что все, что ей положено, ты вернешь ее, а потом ты ничего не смог сделать. Рот закрой, Илюль. Твоя мама никогда не заговорит. Моя обязанность говорить то, что она чувствует. Говорю же, тише, Илюль, тише. Осман, его жена, дети, они забрали наше с тобой будущее. И прошлое, и будущее наше они уничтожили. Я начала действовать. Но ты продолжаешь как трус прятаться на сатра за Фереде. Так же, как в свое время ты прятался за мной. Иди отсюда, Эй, Илюль. Все, мамочка, успокойся. Я рядом с тобой. Когда-то мы с тобой были партнерами. Теперь даже ненавидеть друг друга мы не можем. Как прискорбно, да? Все могло быть совсем по-другому, Тунч. Если бы ты не продал мне, ты меня бросила, Эй, Илюль. Пока ты была со мной, хочу узнать, с какими мужчинами еще подряд ты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ладно? Да, хорошо, сейчас, сестра, сейчас. Ты не отправился в компанию? Сейчас выхожу. Наконец вы смогли прийти домой. Почему вы ночевали у сестры? Сын, мы вчера... У твоего отца были спазны сердца. Что? Нечего бояться. С ним все нормально. Мама, что происходит? Почему вы не сказали мне? Иди он сейчас. Отдай себе. Папа? Что происходит? Как ты? Да все нормально, сынок. Ты что ли, Зухля сказала? Не бойся, сынок. Так легко, я не умру. Эх, папа. Чего же ты мне не сказал? А зачем тебе? Что, массаж сердца собирался мне сделать? Не преувеличивай, все осталось позади. Да и к тому же у нас немного дел. Осман? Что это? Это наши невестки. Это для Бахар? Ты так хорошо это придумал. Прекрасно. До этого момента я, Глитя, ничего не смог сделать. Хотел хотя бы после этого сделать. Идея-то хорошая, папа. Но я не думаю, что она примет подарок. Примет, примет. Я же отец ее мужа. Что, я не могу ей подарок сделать? Да и... Вообще собирайся. Поедем и официально попросим ее. Ты не можешь быть серьезным, Осман. Папа? Подожди, серьезно ты? Ну, если так, давай тогда соберемся и сообщим им. Нет. Без новостей. Женщина больна. Не будем заставлять ее утомляться, да? Ну, ладно. Осман, каким милым папой ты в итоге стал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.